С 19 по 21 октября в КФУ проходит международный саммит культуры и языков на базе Института феологии и межкультурных коммуникаций имени Льва Толстого. В его рамках планируется обсудить вопросы взаимосвязи культуры и языка, связи многоязычности, поликультурности общества. Это большая площадка для обмена мнениями. В рамках саммита у нас запланировано проведение четырех международных конференций, а также семи симпозиумов и круглых столов. А также, в отличие от предыдущих лет, мы запланировали еще вечернее мероприятие «Вечер науки» на перекрестке семи наук. На форум приехало 250 ученых из многих городов России, Армении, Китая, Германии, Турции, Италии, Ирана, США, Украины, Японии и других стран. Мы привлекли очень много наших коллег не только из России, из разных уголков России, но и из-за рубежа. Это очень важно, потому что сегодня Казанский университет, не только федеральный университет, но и этот университет международный. Сегодня в нашем университете учатся более 5000 студентов из разных стран. В том числе, очень много студентов учатся в области филологии, лингвистики, потому что люди приезжают учить русский язык, приезжают учить русскую культуру, понять Россию, потому что Россия – это огромный рынок. Основное направление работы форма сопоставления и сравнительно историческое изучение культуры языков, а также клиническая прикладная лингвистика, билилингвальное образование, технологии интегрированного обучения. Запущено три пилотных проекта совместно с Казанским федеральным университетом, направленных именно на стандартизацию на нормы речи среди детей. Если все пройдет благополучно и Казанский университет сохранит свои лидирующие позиции, то данный проект будет выведен из стадии пилотного и будет применяться повсеместно. Для участников саммита это возможность объединяться мнениями и опытом с коллегами из зарубежных стран, чьи взгляды системы образования существенно отличаются от принятых канонов в Восточной Европе. Все желающие параллельно могут расширить свои знания о науке и стать посетителями научной науки. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюс. Продолжение следует...